итак мы в прямом эфире ну что сегодня мы с алексеем кузнецовым экспертом по воде качеству воды с алексеем мы расскажем о том какая вода бывает которую мы выбираем для питья где ее обычно люди берут так сказать приобретают и все такое и какие системы очистки фильтры и прочее я бы сказал добавил ром где ее не стоит брать этому обязательно разберем да ты порекомендуешь а люди сами и выбирать рассмотрим водяную мифологию водяную мифологию так и надо было назвать прямой эфир водяная мифология и так ну а те кто захочет очень захочет задать вопрос вы можете и в их написать мы если останется время на не хотят ответим либо может сделаем отдельный прямой эфир или может быть в постах мы пропишем эти ответы а так не торопитесь не торопитесь этими вопросами потому что наверняка мы их все озвучим внутри этого прямого эфира ну что погнали пока для нас фильтруется нужная вода всем привет поздоровайся и так лёша давай сфокусируемся значит вот три основные темы критерии ты пройдешься по каким критериям воду следует выбирать второе мы примет переместимся на тему где обычно люди я я помогу перейти где обычно люди приобретают не смогу поэтому ты мне поможешь с удовольствием и уже потом мы перейдем к системам очистки воды давай озвучь тогда какие критерии ты видишь воды должны быть его для того чтобы это вода реально дала здоровье и долголетие я их перечислю в порядке приоритетов приоритета вернем первое это но по-моему с этим спорить невозможно это химическая частота чем чище вода тем лучше она выполняет свою очистительную функцию у воды часто ту которую пьют присутствует те или иные примеси скажем так в тех или иных концентрациях если их не будет вообще это идеальный уровень если их будет минимум-минимум это нормально но вопрос какой этот минимум это мы обсудим вот и первое химическая частота рядышком микробиологическая частота то есть бактерии вирусы вот эти все микробиология разумеется потому что можно на микробиологии склопотать такие проблемы что даже высокая концентрация не знаю ртути такой негативный эффект не даст поэтому микробиология тяжелая совсем должна отсутствовать и общее даже микробное число должно быть минимальным а ты пройдись пожалуйста какие ну ты видишь момент вот в микробиологии понятно дело что там для кого-то понятно паразиты грибки но это уже совсем ты какие-то крупные субстанции например термо толерантные бактерии термо это температура толерантные терпимые к температуре то есть которые выдерживают даже могут выдерживать кипячение по крайней мере нагревание точно и вот их не должно быть в принципе потому что их кипячением до конца не уничтожить а потом человек но думают ноги прокипятил и все готово бактерии среди них наверно те которые вызывают болезни разумеется но это на ослабленный иммунитет то есть не всегда вот не то что вот проскочила такая бактерия и значит сто процентов вот негатив получится в теле нет это не факт но вероятность такая есть и чем ниже иммунитет в данный момент тем легче цепляется вся эта зараза синегнойная палочка ее в лужах каких-то можно не знаю встретить но иногда можно встретить и в родниках тоже неприятная встреча будет те кто особенно сырую пьют если но ее кипячение в принципе убьет но те кто любит и так как бы живую воду сырую попить могут нарваться плохой итог но микробиология она широкий имеет спектр там и бактерии и вирусы вирусы они намного мельче чем бактерии можно так сказать что сам бактерии вирусы грибки паразиты вот наверное основные да чего нам следует избавиться паразиты это все-таки уже крупная а вот я о чем хотел сказать что самая маленькая бактерия это самый крупный вирус а самый маленький вирус имеет размеры такие которые мало какие фильтрующие элементы имеют то есть вирусы много их там в районе 20 нанометров в нанометрах там проще измерять размер например пор у фильтров там десять тысяч нанометров тысяча нанометров а там 20 50 это кстати будут интересные моменты потом впереди потому что вы должны понимать если у них такие микро размеры значит какая система сможет с этим справиться вот это бы впереди еще обсудим с алексеем давайте перейдем до химическая частота микробиологическая частота далее минерализация минерализация не должна быть а погоди секунд насчет химической но вот в моем понимании тяжелые металлы ртуть вот от этого точно нужно освободить а чтобы ты перечислил да я действительно для меня это понятно и уже нужно объяснительно. Следует расшифровать. Микробиологическая, ой, химическая частота это тяжелые металлы, но тяжелые металлы это относится к когорте токсичных металлов. Не все токсичные металлы относятся к тяжелым. Не все тяжелые металлы, точнее радиоактивные элементы являются тяжелыми. Есть когорты токсичных металлов. Среди них есть легкие элементы, такой как литий, например, но наличие которого в воде не допустимо. Потом пестициды, они бывают трех классов. Азот содержащий, фосфор содержащий и третий, забыл. В общем, третий класс вылетел, сейчас не буду вспоминать. Вспомнишь новенько. Да. Потом неорганические элементы, аммиак, сульфиды, вот такие вещи. Нитраты, нитриты. Нитраты, нитриты. Нитраты, нитриты. Которые так боятся из овощей и фруктов получить. Да, нитриты, причем они намного тяжелее, хуже для организма, чем нитраты. Но они и класс токсичности более строгий имеют. Забегая вперед, неужели системы способны справиться с очисткой от этих элементов? Кстати, нитраты и нитриты это самые, вернее, одни из самых маленьких элементов. И вот здесь вот как раз наибольшая сложность вообще у систем очистки или у простых фильтров, ну шансов практически нет никаких зацепить именно нитраты с нитритами. И либо частично, либо постольку, поскольку, я бы так сказал. Прям повод для беспокойства, между прочим. Здесь много таких веществ. Есть хлор и его соединение. Соединение хлора просто бесконечно. И там сложные названия. Дихлор, бром, метан, какие-нибудь из этой серии. Хлор, этилен. И их в Санпине достаточно большой список перечислен. То, что и сколько регламентируется. Кстати, вот про Санпин я упомянул. Как раз химические примеси и микробиологические регламентируются, ну и минералы тоже. Регламентируется Санпином. Санитарные правила и нормативы расшифровываются. Он же ГОСТ. Ну, если в таком простонародном понимании, он же ГОСТ, но это не ГОСТ, это именно Санпин. Есть разница. То, что называется ГОСТом, не называется Санпином. Это разная докумендация. Вот. И Санпин установлен на воду водопроводную, на воду из нецентрализованных источников фотоснабжения. То есть это родники, колодцы и скважины. Это другой уже Санпин. Хотя во многом перекликается с водопроводным обычным. И далее Санпин для... Один документ, который регламентирует сразу два вида воды, бутилированной. Первую категорию и высшую категорию бутилированной воды. И там же детская. И отдельно, вот здесь уже ГОСТ, отдельный документ, регламентирует минеральную воду. И он живет по своим канонам. И ему я еще вот уже долгое время удивляюсь, насколько безумные цифры допустимы в минеральной воде. То, что выше в несколько раз, порой иногда в 10, иногда в 2, да даже вровень, если с водопроводным уровнем, водопроводной воды, то, что там допустимо, это, на мой взгляд, в питьевой воде вообще недопустимо. И нужно... А если я тебя правильно понял, то ГОСТ получается, он как отдельный, это третий документ дополнительно к ГОСТу, то есть Санпину, у бутилированной воде? Нет, обычный тот Санпин, который регламентирует первую и высшую, он никак не влияет на тот ГОСТ для минеральной воды. ГОСТ для... Минеральная вода существует по своим канонам вообще. Автономная республика. Я бы так. Ну вот-вот, я и понял, что это третий. Третий, получается, отдельный документ, и существует он именно для минеральной воды. Четвертый. Четвертый. Потому что Санпин для водопроводной, нецентрализованных источников водоснабжения, родники, колодцы, скважины, это второй документ. Потом третий Санпин, это первая и высшая бутилированная вода категория. И вот ГОСТ, это уже четвертый документ. Что касается... Ну, в кавычках возьмем питьевой воды. Ладно, мы с тобой увлеклись Санпином. Итак, мы прошли с тобой по критериям. Первый биологическая, химическая. Да, биологическая, потом химическая. Ну, даже можно сказать два в одном. Чистота, она же химическая и микробиологическая. В идеале этих примесей и микроорганизмов по нулям. В идеале. Согласен. Либо стремиться к нулю. Вот такая концентрация. А если быть точным, еще добавлю, вот Санпин самый строгий у нас есть для высшей категории. И там есть показатели примесей, сколько допускается. Если мы берем эти цифры, это его можно в интернете свободно найти. Этот документ Санпин для водопроводной... Ой, для бутилированной воды. Там будет колонка для высшей категории. И берем 5, не более, вернее, 5 или 10 процентов от допустимого в высшей категории. Если реально в анализе воды, которую человек пьет, по факту меньше, чем 5 или 10 процентов от допустимого в Санпине для высшей категории. По тем показателям. То есть, например, допустимо алюминия 0,1. Если в той воде, которую человек пьет, 0,1, то есть еще на порядок мы уменьшаем, или там еще меньше, то окей. Для некоторых примесей все-таки 5 процентов. Для особо таких токсичных, как там ртузь, бериллий, уран. Получается, есть еще один критерий, это минерализация. Насколько он близок к химическому? Это другой критерий. Не совсем понимаю твой вопрос. Это регламентируется в Санпине, но, скажем так, несколько на своей волне. Согласно Санпину, в первой категории может быть, ну скажем, от 0 до 130 миллиграмм кальция на литр. От 0 до 130. Будет там 10, или 1, или 0,1, или 125. Все это входит в Санпину, и если она в первой категории, она проходит. В высшей категории уже диапазон выдается от 25, не меньше, чем 25. Считается, что иначе вода будет физиологически неполноценная. Если там кальция слишком мало, минимум 25, максимум 80. Но интересно, что максимум уже меньше, чем 130, как для первой категории. И такая же тенденция идет в магнии. Если в первой категории 65, то в высшей категории уже 50. Верхняя граница, то есть заметно меньше регламентируется. На что полагаться в таком случае, поскольку мы сейчас не сможем все элементы озвучить, чего следует ожидать? Месседж следующий, что минералы на самом деле в воде, содержащиеся на 95, плюс-минус несколько, еще даже процентов, может быть, а скорее плюс, чем минус, в неорганической форме. А значит, в той форме, которая организму чужда, как синтетический витамин С. То есть усвоится, в крайней, в критической ситуации он начнет усваиваться. Когда человек, жуткий дефицит витамина С, ему дает аскорбинку, он начинает усваивать. Но лучше, ну и потихонечку параллельно еще и вредить. Поэтому неорганические минералы, они такие же. Они могут усвоиться, но лучше бы, чтобы они не усваивались. Например, человек, если пьет воду богатую, но богатую здесь не в позитивном смысле, а слишком много, где кальция... Насыщенную. Да, насыщенную кальцием, то остеопороз и хрупкость костей вообще... Обеспечены. Да, хотя это парадокс. Казалось бы, в воде, ну наоборот, если что, вдруг. Если в питании не хватает, то из воды начнет черпать. Нет. Ну, во-первых, еще и почки. Это, конечно, будет грузить этот кальций, как и магний. Карбонат кальция, карбонат магния. Это первое, что грузит почки, откладывается в суставах и выстилается цементом таким, образно говоря, в сосудах. Их тоже эластичность нарушая. Поэтому минералы, вот это один из ключевых посылов. Минералов в воде должно быть минимум. Их не должно быть ноль. Ну, их может быть ноль даже. Может быть. Это несопоставимо лучше, чем когда их много, минералов. Это не природный уровень, когда по нулям, после, например, дистиллятора. Но это тот, скажем, негативный эффект. И он практически неуловимый. То, сколько минералов это дистиллировано, у которой реально ноль. Не минимальная минерализация, а реально нулевая. Будет вымывать это. Ты хочешь сказать, что гораздо хуже, когда очень насыщена вода минералами всевозможными, чем когда она по нулям. Да. Но не будет ли она в таком случае заставлять организм передавать в эту самую жидкость, ну или куда-то еще. Или выводить. Одним словом, выводить в том числе из суставов и может быть из крови. Те самые нужные нам минералы. Ведь при помощи калия, натрия, допустим, происходит проводимость дневных импульсов. Электрических импульсов. Почему судороги возникают. И питание клеток, калия-натриевый насос. Ну, вообще, да. Это такой момент, с чего и надо было нам начать эфир. Ведь вода – это источник номер два, источник жизни после кислорода. Даже от еды мы не так зависимы. И является вода переносчиком кислорода, между прочим. Да, в свою очередь. Но, может быть, не столько... А иначе как? Может быть, кровь все-таки больше является переносчиком кислорода. Ну, а кровь почему жидкая? Жидкая среда, совершенно верно. Вода однозначно для нас сверхполезна. Хоть и некоторые фруктоеды утверждали, что они не хотят и, значит, им не нужно. Это все-таки очень индивидуально и зависит от нескольких параметров. К этому можно приспособиться. Есть кофеманы, которые пьют только кофе и вообще и алкоголь. И ничего больше. И живут там 70... Ну, как бы индивидуальный все-таки подход. Согласен. Но вопрос в том, что степень выносливости организма. Можно адаптироваться реально к минимуму. Привыкнуть к воде. Это легко. И так большинство живет. Особенно с возрастом. Получается, что человек... Ну, притупляется чувство жажды. И он пьет все меньше, меньше, меньше. Если он за этим не следит. А, кстати, обрати внимание, вообще, слушатели, зрители, обратите внимание. Когда рождается ребенок, у него процентов 60-70 порой жидкости в его теле. Да даже по боли. Он окружен этой водой околоплодной. То есть, все происходит... Ну, жизнь происходит в режиме воды. Но с возрастом, с каждым десятилетием у человека, меняется водно-целевой баланс мышечно-жировой. И с этим тоже меняется количество жидкости и количество самой чистой, так сказать, воды в организме. И из 60-70... Ну, я не думаю, что 80, Леша. Если было 80, мы рождались, то мы были бы такими водными субстанциями. А потом где-то 70-65. Но к 60 годам уже хорошо, если на 50, а то иногда на 40 лишь процентов состоит человек из жидкости. И это плохо. Ну, это если человек совсем не следит. Ну, 40, наверное, ты уже такой летальный исход обрисовал. Ну, а посмотри на сухих старушек и дедулек. Они ведь обезвожены. Но мне кажется, что, ну, хотя измерением лично не занимался, но то, что вот информация, я знаю, где-то 45-50 хотя бы, к 50 ближе. Вот это вот самый такой обезвоженный вариант. Да, насчет 50 я согласен, это повсеместное. И кожа, она же тоже показывает все эти черты дефицита влаги. Когда она и сушеная, а когда она в складках, в которых минимум воды, зато, наверное, очень много жирка. Ну, давай перемещаться. Про минералы я недоответил, да, мы немного отвлеклись. То, что минералы в неорганической форме, вот ключевой посыл был. И их нужно удалять, если они есть в исходной воде. То есть вода не является сколь-нибудь значимым источником минералов, тем более полезных. Вот те оставшиеся несколько процентов, они могут быть усвоены. Они могут быть усвоены. Неожиданная версия, скажу тебе. Она вполне уже давно описанная докторами медицины, причем докторами не классической медицины, где там все что угодно может быть написано, а теми натуропатами, которые исследуют тему воды, причем исследуют ее, опираясь на предыдущие исследования уже десятилетия. Ты про Поля Брэга? Поля Брэг, он, ну, он как бы на своей волне был несколько, он пил дистиллированную воду. В его время, когда он жил... На волне, под волной же и погиб, между прочим, катаясь на доске. Ну, как, по крайней мере, об этом пишут. Он использовал, ну, наверное, единственный в его время, когда он жил, способ тщательной очистки. Это именно дистилляция. Когда нулевая минерализация, такой воды в природе нет. Вот то, что там Поля Брэг объясняет, как раз вот дилетантский в этом плане был подход. С одной стороны, прогрессивное знание, то, что вот воду такую, именно, ну, скажем, условно, с низкой очень минерализацией, он рекомендовал пить, это было для того времени просто вот, ну, в штыки, наверное, всеми, кем можно. Сейчас достаточно еще людей, кто отстаивает, что минералы должны быть, иначе все там вымывается. Ничего не вымывается. Если люди пьют десятилетиями, живут на воде из вот систем обратного осмоса, где минерализация там минимальная, там 5-10 миллиграмм, иногда даже 3 бывает, это уровень дождевой, либо ледниковой талой воды. И у людей ничего не происходит. А если у кого-то где-то происходит, ну, кто-то видит там и говорит, а, это вот он пил такую воду, наверное, дистиллятором пользовался. Дистиллятором пользуются достаточно фанатиков, в том числе. Да, да, знаю. Поэтому то, как они, насколько неадекватно было их питание, а где-то и психосоматика еще там подключается, и такому человеку, который вот, ну, по мнению всех остальных окружающих, ну, немного не в себе, и он пьет дистиллированную воду, и у него что-то случается, например, с коленями или что-то еще, инсульт. А, ну, понятно, допился своей дистиллированной воды. Не с этим связано. Может быть, на фоне тотального дефицита минералов, ну, когда уже, ну, просто вот досвидос, как говорится, и еще он прям не 3, а 5 литров дистиллированной воды пил в день, чтобы там прополоскаться, очиститься там и так далее. Вот это могло создавать дополнительный дефицит, но он настолько незначительную роль играл вот в той ситуации, которая, например, могла с человеком там, ну, или происходила с конкретными людьми, что это сформировано питанием неадекватным и мироощущением. Хорошо. Про минералы, я надеюсь, ты все сказал? Ну, источником минералов является растение. Только растения могут неорганику, то есть неживое железо, неорганическое железо, медь. Абсолютно согласен. Фрукты, овощи и зелень. Орехи, ну, любые растения это могут сделать. И животные потребляют уже, то есть животное не может неорганику преобразовать в органику, оно тоже ест растение. Либо хищник, если ест другое животное, то то животное, которого поймал хищник, ел это растение. И значит, состоит организм, формируются ткани из органических минералов. И вот как раз органические минералы находятся в растениях. Окей, движемся дальше. Это был второй у нас критерий. Минерализация. И минерализация у воды должна быть... Ко второму? И минерализация должна быть... После чистоты. Может быть ноль, ничего там страшного. То ту копеечку, которую реально вода вымоет, организм просто даже на фоне обычного среднего питания даже не заметит. Даже не заметит. Условно говоря, одна чайная ложечка гречки, съеденная в сутки, скомпенсирует с лихвой вот 3 литра выпитой дистиллированной воды. Зеленые гречки пророчены. Разумеется, иначе не сработает. Вот именно. Двигаемся дальше. От 3 до 30 миллиграмм. Я не сказал. Где-то вот идеальная схема. Ну, от 0 до 30. Это идеально. В районе 50 нормально. Еще раз. Это цифры для чего? Это идеальная минерализация воды. Ее, кстати, можно померить простым приборчиком с элимером. Сейчас возьму, налью патрана. Здесь мы видим... Силометр изначально 234. 239. Ну, 238, она там может меняться. 237. Да, ну 237. Ладно, здесь за каждую цифру не будем бороться. Понятно, 230, 240. Порядок. Вода из-под крана. А вот, к примеру... То, что я использую в качестве предварительной фильтрации у себя... Показывает 5. Ух ты! Пятерочка. И это только предварительно. Предварительно, Алексей, имеют в виду, что... Он использует обратный осмос. Да. Ну, мы к ней еще вернемся. Ну, в общем, этот прибор, его просто можно легко найти в интернете. Называется Солимер. Солимер. Да. Ну, окей, давай двигаться дальше. Тысяча рублей в среднем он стоит. Итак, мы озвучили чистоту, минерализацию. Что еще? Информационное энергетическое состояние. Или в простонародье структурированная ли вода, или хаос. Угу. Вот. И это тоже важно. Но изначально важно именно химическая и микробиологическая частота. Потом мы смотрим минерализация. Или точнее, сначала мы можем оценить минерализацию. Если она низкая, не факт, что вода химически чистая и микробиологически не факт. Но уже можно изучить. Уже есть зацепочка. Если и то, и другое первые два пункта соблюдены, то заботимся уже о ее информационно-энергетическом состоянии. Ну, я думаю, все уже сто раз слышали про память воды. Про то, что она считывает, и запоминает, и трансформируется под воздействием окружающей среды. Но ведь только один прибор, дегидратор. Дегидратор. Только он. Только он способен. Только один лишь помоги мне с этим прибором. Я не совсем понимаю, про что ты сейчас хочешь сказать. Кто способен очистить от плохой энергетики, от негативной информации? А, это элементарно. Это в природе происходит. Замораживание. А, точно. Можно заморозить. Без прибора. Заморозить, да, даже в морозилке. И уже информация исходная обнулиться. То есть промораживание полной воды – это обнуление информации. Другое дело, при оттаивании, что будет, какая ситуация. Вот там можно тоже напортачить. Вода будет считывать все эти Wi-Fi и тому подобное. Дистиллятор. Я имел в виду, что дистиллятор, он так же вроде как очищает. Дистиллятор, сейчас мы уже в конкретный разбор ушли. Дистиллятор, он очень деструктивен для структуры воды. Почему? Как раз он делает... Здесь нет аналогии, как некоторые думают. Ну вот, заливаю в дистиллятор, закрытая емкость. Там идет нагревание, снизу испарение. Как в природе, как вот облачка. В природе идет спокойное нагревание. Нету там вот этого 100 градусов или больше снизу огонек там или что-то электрическое. Ну, часто огонь. И в замкнутом пространстве, в природе такого просто не существует. И тем более обрамлено все металлом. Ну, то есть это не равно никоим образом с природным испарением воды. Это принудительное концлагере, называется, воздействие на воду. И когда вода вылетает, ну, в смысле испаряется с поверхности, то молекулы, они уже не помнят, в каком соединении они были между собой. Это просто вот, ну, в хаосе вылетают под, ну, вынужденно, можно сказать, в агрессивно-деструктивном таком состоянии. Ну, я образные вещи какие-то говорю. Поэтому вода, которая потом сконденсировалась, она не может собраться, если исходная вода была, например, даже там структурированная, а потом ее продистиллировали, то дистиллированная вода уже будет... Ну, в общем, над дистиллированной водой нужно хорошенько покумекать, чтобы ее в гармоничное состояние... Привести. Да, привести. Так, идем дальше. Как минимум заморозить. Заморозить будет надежный вариант, чтобы вот эта всю тяжесть, весь негатив аннулировать. Информационная очистка после этого. Да, для чего это нужно? Потому что та информация, которая входит в организм, она клетками считывается. Это раз. Второй момент. Вода структурированная, легче усваивается, без усилий. Не нужно организму сначала ее докручивать, а потом усваивать. То есть, сразу, без усилий и с позитивной информацией поступает. Ну, как история с белком. Вместо того, чтобы животный белок разрушать до аминокислот, а потом заново собирать, уже лучше в обычных растениях, ну, растительной пище, просто употреблять свежие, первичные аминокислоты. Минералитарные аминокислоты. Ммм, химические. Нет. Я шучу. Ладно, двигаемся дальше. Далее, ну, вот эти вот три, это фундаментальные. Чистота, минерализация, информационное, энергетическое состояние. А ОВП и ПХ ты ставишь все-таки на... ПХ и ОВП, это уже четвертое, пятое. Причем ПХ, потом ОВП и ПХ, он вытекает на самом деле из минерализации воды. Если у воды невысокая минерализация, щелочной вода не может быть по определению. У ледниковой воды, у талого снега, там, минерализация небольшая, где-то там 3-5 миллиграмм, 7, может быть. И не может быть у такой воды ПХ там 7,3 или 8,1. Это не... просто невозможно. Минерализация определяет ПХ. И когда на бутылках пишут, что вода имеет ПХ, там, например, 7,64 или там 8,2, есть такая вода. Ну, это значит, что просто вот комплекс этих минералов, он дает такую результирующую ПХ. Окей, на твой взгляд, какой должен быть ПХ? Он должен быть естественный. У воды чистой всегда кислотный ПХ. То есть у воды чистой низкая минерализация, это раз. А низкая минерализация определяет уже ПХ. Например, у дождевой воды, если мы абстрагируемся от химических загрязнений дождевой воды, а просто вот дождевая вода, вот девственная, вот ее, не знаю, достали или получили эквивалент, такой, там, 2-3 миллиграмма минерализации, то у нее ПХ будет где-то 5,8. Вот ту, которую мы мерили сейчас из фильтра, подмойка, которая у меня стоит, там где-то в районе 6, может быть, да, где-то 6. Даже может 5,9, 6,1. Скорее всего, вот точная, это назвал ПХ, который там идет. У дистиллированной воды ПХ где-то 5,5, 5,3 может быть, если долго постоит на воздухе, она может окисляться. За счет полного отсутствия минералов это идет резкий провал. В общем, где-то от 5,5 до 6,5. Это вот та, которая уже там 25-30 минерализации, где-то 6,5, ну, может, 6,7 максимум у нее будет. Окей, а УВП? УВП это тема вообще отдельная, такая, кстати, популярная. Конечно, популярная. Почему я задаю эти вопросы? Вот про ПХ и УВП знают, наверное, практически все сыроеды, некоторые веганы, о том, что вот вода должна обладать хорошим УВП, хорошим ПХ. ПХ это как-то расшифруешь и, не знаю. Водородный показатель, концентрация ионов водорода в воде. Так, а УВП? Это количество свободных электронов. Ну, это вот по-простому. Конечно, там можно было бы научные термины, я эти определения наизусть не знаю. Окислительное восстановление потенциалу. Что такое УВП? Ну, способность жидкости, если в общем, ну, конкретно воды, восстанавливать. То есть, отдавать свои электроны, чтобы восстановить ту жидкость или там вещество, в котором дефицит электронов был. Знаешь, еще такой момент. Ориентироваться на наш ПХ невозможно. Потому что у нас ПХ крови один, слюны другой. В крови, в лимфе, в желудочном соке он совершенно разный. Он даже может разниться в разных отделах желудка. И в разное время дня. В зависимости от того, что мы съели в данный момент. И есть депо. У нас есть депо, которое регулирует ПХ. То есть, мы съели сильно щелочное. Вот данный перекус был сильно щелочной. У нас не подскочит там ПХ в крови 7,8. Он будет 7,4. Он будет 7,4. Просто еще с запасом войск на то, что если мы потом вдруг съедим что-то сильно закисляющее или выпьем, то вот из этого депо выйдут вещества, которые будут поддерживать константу. Окей. Мы с Алексеем разобрались, что есть основные критерии и по каким нужно определять наиболее правильную воду. Правильную для питья, для здоровья, для долголетия. Что-то еще осталось? Помнишь, ты насмехался над натяжением воды. Ты считаешь это вообще несущественным. Я по-прежнему это делаю. Ладно. Вот так вот, да. Что-то еще осталось за бортом, что мы с тобой еще не озвучили? Я бы побольше бы уделил именно ПХ. Потому что ПХ настолько тема ядерная и требует освещения, что я бы даже УВП подвинул, а ПХ бы сейчас побольше прокомментировал. Идея ведь какая? Те, кто сторонников ПХ. Кладу поможешь? Сторонники ПХ. Щелочного в смысле. ПАЖ. То, что кровь 7,4, ну там кто-то 7,35, 7,45, ну это вот 7,4 самое популярное число. И нужно пить жидкость, которая, точнее воду в данном случае, которая будет максимально похожа, лучше даже с запасом, 7,5, 7,7, 8, вообще шикарно, чтобы ощелачивать и поддерживать ПАЖ-баланс. Но, как ты сказал, в разных тканях и органах организма разный ПАЖ. Не поддерживать нужно баланс везде, а не то, чтобы больше щелочного, и тогда мы вот как-то там вот в баланс выйдем. Как будто мы закисляемся просто тотально от того, что мы просто живем, и вот надо всеми силами и на тысячу процентов защелачиваться, чем только можно. Ну даже я использую этот хэштег «Ощелачивайтесь». Ну да, при помощи, во всяком случае, растительной пищи, я это в первую очередь подразумеваю. Ну, опять же, это речь идет про питание, да, здесь вопросов нет. Практически вся растительная пища, она ощелачивает в той или иной степени. Какая-то меньше, какая-то больше. У воды нет функции ощелачивать, тем более она попадает в желудок, и там уже встречается в кишечнике совсем с другой средой. То есть она уже провзаимодействовала до того, как она впиталась. Уже там, пока она попала даже в кровь, уже, ну, мы же не внутривенно влили эту воду. Вот, это тоже нужно понимать, и она может повлиять, она может повлиять, если вода щелочная. Но если она щелочная за счет минералов. Если вода щелочная за счет ионизации воды, то у нее щелочность, именно способность ощелачивать, мизерная. То есть можно воду, у которой, паш, исходный, водопроводная вода, предположим, 7,4. И сделать из нее 9,5. И пить с мыслью о том, что я вот сейчас супер ощелачиваюсь. На самом деле, вот этот ощелачивающий эффект, вот примерно, был он 7,4, стал 7,45. По факту, то есть реально, то есть это делает такую обертку красивую, а возможность ощелачивать ничтожная. Я, кстати, тебе обещал прислать по этому поводу короткое видео. Окей, так, ну, давай не останавливаться на этих показателях. Мы с тобой обсудили главное? Ну, так, да. Я, конечно, любитель подробно. Да, я знаю, поэтому, ты уж извини, что останавливаю, но на самом деле это закономерно. Ведь мы обещали три темы разобрать. Первый критерий мы уже осветили. Вторая тема, это какую воду мы обычно выбираем. И третья, какую бы мы порекомендовали систему для очистки. И вот, да, еще пройтись по многим другим системам. Давай разберемся в тех ресурсах, которые обычно люди используют. Вот ты уже озвучил родники. На это, конечно, идут в основном прям отъявленные сыроеды, которые действительно ездят. Отшельники. Ну, не то, что было. Нет, есть предприниматели, которые такие вот прям... Ездят к определенным родникам, и там набирают воду. Но это как-то с мировоззрением человека связано, либо с доверием, привычкой, где-то кто-то рассказал и похвалил. Ну, ладно, идем дальше. Это один момент. Ты сам, наверное, разберешь каждое вкратце из этих пунктов. Кто-то, опять же, из сыроедов кладет в шунгит, ну, там, несколько видов камней, типа шунгита и его подобного. И таким образом пытается сделать, опять же, щелочную воду. Да? Затем могут действовать по-зеландовски. То есть, заморозить, вначале, наверное... Продистиллировать. Продистиллировать, разогреть, потом заморозить, вытащить, оттаять. И электроактиватором еще проехаться. Как утюгом. Ну, в общем, очень сложный, длинный путь. Но на выходе получается действительно хорошая, качественная вода, однозначно очищенная от... Я бы не сказал. Вот то, что по зеланду, я не советую. Там вот, я согласен с дистилляцией отчасти. Ну, как бы, да, дистилляция. Хотя я точно его методику прям не рассказывал. Засканально не знаю. Мне ее рассказывали многие клиенты. Рассказывали. И те, кто пытались по этой методике жить, хотя бы частично. Это обычно от месяца до шести месяцев максимум. Это энтузиазм гасится, видимо. Я надеюсь, что не про длительность жизни на этой воде. Ну, идем дальше. Значит, какие-то такие домашние методы очистки. Дальше. Всем известный кувшин. Да, обычный там барьер и ему подобное. Ты сам разберешь. Ты сам посчитаешь вот по каким критериям. Мне надо запомнить, что мне нужно сейчас сказать. Ну, я, если что, помогу. Из более серьезных уже, ну, там, что дороже барьера. От тысячи до нескольких тысяч. Пока еще в рублях мы ведем отчет. До нескольких тысяч. Это хорошие, ну, на троечку-четверочку системы очистки. Более серьезные, типа, обратного осмуса. И еще более серьезные, где-то даже, наверное, с профессиональным серьезным подходом, это и более дорогие, которые там от 50 и... И ставше. От 50 тысяч рублей за упаковку и больше. В общем, наверное, вот основные, да, критерии? Ты правильно сказал, что за упаковку. А за содержание там еще одно. Ну, да, порой иногда за упаковку. Мы-то с тобой понимаем, о каком бренде идет речь, когда за упаковку. Мало кто пьет воду из-под крана, поэтому этот момент мы не будем... Не, ты знаешь, ты все-таки озвучь, что собой представляет водопроводная вода. Московская, во всяком случае. Супчик. Супчик из бактерий. Из химических примесей. Московской водопроводной системе 214 лет. Исполнилась 28 октября. Поэтому... Мы по этому поводу и встретились. Отметить. Чтобы, типа, отметить, да. Кстати, можно сходить в музей. Мы, я думаю, с Алексеем организуем это. Я не попил воды. Вот у тебя стоит уже полчаса, наверное. Ваше здоровье. Мы сходим в музей, покажем, собственно, как начиналась, из чего начиналась московская водопроводная система и что она собой сегодня представляет. Как она закончится? Обсудим. Ой, я надеюсь, что она не закончится. Наоборот, я ей желаю процветания. При твоем участии или, ну, как минимум тебе подобных. Внимания. При твоем участии, информационном внимании, чтобы они только усовершенствовали эту систему, чтобы было как в Швейцарии. Ну вот, наверное, это основное. Домашнее, родники, колодцы. Мало кто привозит с водопадов, там, типа Иоанна Ниагарского. Хотя там точно очищенная информационная. Ну и... Заряженная, там точно заряженная вода. Когда вода падает вот так, естественным образом, с большой высоты, она... Ну и из моих зрителей мало кто пользуется очень дорогими системами очистки. Я у тебя как-то спрашиваю, ну, на всякий случай, напомни, сколько на твоей памяти самая дорогая система? Стоимость? По стоимости, да. Которая позиционирует как система бытовая для дома, да? Ну, я слышал про 10 тысяч долларов. Это пока максимально. В России продается? Продавалась. Но это ионизатор. Слушай, тут я понял, что мы... Я сейчас не озвучил еще одну категорию. Ту, которую мы покупаем в магазинах. То есть, возможно, бутилированная. И еще одна категория – это та, которая либо привозится, ну, и, соответственно, устанавливается в фитнес-клубах и там салонах красоты, спа-салонах, ну, и всевозможных таких вот крупных организациях. Кстати, я видел даже в Ашане стоит, ну, рядом со стойкой информационной, бутилированная, с кулером. В общем, пройдись по этим системам очистки, по этим выборам воды. А сколько у нас времени? Огорчу тебя, осталось буквально 15 минут. Ну, я думаю, что мы продолжим. Продолжим еще там на 15 минут, поэтому... Теря 60. Ну, ладно, погнали, рассказывай. Да. Первая вода, которая в домашних... Водопроводная. Ну, давай. Капитан очевидность. Хорошо. Ну, водопроводная, правда, московская, я могу, пожалуй, ее нормально прокомментировать. Сейчас всячески, и ты вот читал эту статью, пиарят о том, что вода, МОЗ Водоканал делает все, чтобы сделать воду прям 100% для питья. Как там фраза звучала, 100% для питья. Но магистральные трубы... Во-первых, добавление хлора, я так скажу, даже самых очевидных вещей, ну, как бы понятных всем, добавление хлора уже делает воду другой. Ну, совсем не природной, и его воздействие, понятно, негативное. Второй момент. То, что трубы, по которым идет вода, это, ну, собирает помимо железа, еще и кадмий, свинец, из сварных швов там выделяется и так далее. Просто ржавеют, и вот все, вот эта вот муть, она туда добавляется. Там уже кому как повезло. Кто-то живет в более, где магистральные трубы посвежее, где-то менее, но все равно они там несколько лет, и уже они не какие-то там сверкающие, такие как медицинская сталь. Напомню, Московской водопроводной системе 214 лет, поэтому пусть даже на советское время, но тем не менее, их не меняют каждый год. Поэтому ты абсолютно правильно, что озвучил все эти моменты. И для меня, кстати, у это удивление, что на вопрос, то есть, из-под крана воду можно пить. Ответ был однозначный от руководительницы этого музея по Московской водоочистительной системе. Сто процентно можно. Ну, пусть она и пьет, я так скажу. Вот, ну, мы говорим, и, кстати, некоторые люди могут вполне так резонно сказать, ну вот, пили же, пили, не было вообще никаких фильтров. Точно. Примерно такой же Санпин был для водопроводной воды. В моем детстве точно пили мы из-под крана. Вопрос здесь, мы сейчас не говорим про то, что в войну тоже что-то пили, и из лужи пили, и вообще не пили, и по-всякому, и выживали. Но мы говорим не о выживании, мы говорим об идеальном, об идеальной воде для, действительно, долголетия и здоровья. Здоровья, здорового долголетия, вот так скажем. Абсолютно согласен с формировками. Вот, нужно через эту призму воспринимать, а не то, что, ну, тут сейчас вот какую-то идеалистическую схему рисуют. Мы говорим про действительно идеальное. То есть, если отхождение от этого идеального небольшое, то же ладно. Но если это вода из-под крана, ну, она реально противная. Конечно. Ну, то есть, там, ааа, прям, отврат. Но человек, который ее пил регулярно, у него, конечно, рецепторы уже, ну, даже с хлором, можно сказать, ну, не то, что сожжены, но где-то около этого они искажены. То есть, человек уже, ему дать реально чистую, вот, талый снег, вот, где-нибудь с диких гор привезти, он скажет, что тут какая-то противная вода, и реально так многие люди скажут, которые пьют воду из-под крана. Чем более изуродованы вкусовые предпочтения, ну, дай человеку, который в Макдаке ест гамбургер, дай ему сельдерей, его стошнит, скорее всего. Так и бы, особенно если сок. Сельдерей и сок, да. Ну, сто процентов. Ну, окей, да, понятно, что по аромату даже от водопроводной воды очень сильно разит хлором, это понятно. Ну, давай долго на ней не застревать. И очень легко, очень легко, на самом деле, вот те санпин, ну, стандарты санпин для водопроводной воды, в них легко попасть, потому что они завышенные. Они такие вот, ну, прям ого-го. По минералам многим? По химическим. По минералам даже, ладно, это не самое... И даже по ядовитым веществам, собственно, они тоже завышены. По ядовитым, по токсичным, я это имею в виду. Вот тут вот уже, то есть человек может верить в них, не верить, как они ему вредят, они все равно ему навредят. Согласен. Если человек, как вот бывает смещенный акцент, он сделал PH, вот считает, что все-таки щелочная должна быть вода, сделал PH 7,7, какое-то красивое число. 7,77. Структурировал воду каким-то способом, там, ну, ему известным. По-зеландовски. Ну, как-то, да. Это имеешь в виду, КФС, еще пластину. Не путать с KFC. Да, да, да. Продолжай. Сбился с мысли. Заморозил, оттаял, и на выходе что получил? А, да, человек позаботился о PH, ну, тот, который он там считает правильным. Структуру сделал, а химически у него вода грязная. То есть там есть примеси, концентрация которых, безусловно, повлияет. Другое дело, что человек может не заметить. В суете, там, вот он не чувствует, ой, как-то я выпил, и мне тяжело стало. Это должна быть уж очень высокая концентрация токсичных веществ, чтобы у человека там головокружение пошло. Это значит, что уже прям совсем капот, если такой эффект. Это очень потихонечку, каждый день накопительный эффект. Вот о чем мы говорим. Это даже не совсем, ну, сложно доказуемо. Человек может просто от колбасы, скажем так, запороть свое здоровье куда быстрее, чем то, что он пьет водопроводную воду. Я сейчас понял, что мы на самом деле рассуждаем об очевидном. Водопроводная вода – это бяка. Людей наверняка гораздо больше интересует... Что с этой бякой делать? В том числе и бутилированная вода, вот по каким критериям она может быть хороша или нет? Потому что, когда мы пройдемся, ну, хотя бы вкратце... Бутилированная, я думаю, мы уже в следующем прямом эфире... Вкратце, давай вкратце. Я про фильтры. Первое, то, что чем пользуется, ну, если в Россию взять, может и мир даже, большая часть людей, те, кто хоть как-то фильтрует, это фильтр кувшин. Настольный фильтр кувшин. Да, согласен. Разных марок. Брита, Барьер, Новая вода. Не знаю, насчет родника какого... А, ты имеешь в виду родник вообще из родника? Нет-нет-нет, по-моему, есть такой бренд. Ну, их много на самом деле. У них картридж, в котором шарики, как правило, основа. Это гранулированного активированного угля. И вода просто, ну, по этим шарикам скользит, бежит. Сеточка грубая на входе, сеточка грубая на выходе этого картриджа. И все. То есть, там размер пор такой, что только слон не пройдет. Ну, для примесей относительно, если мы... То есть, если вспомнить наше начало, когда мы описывали про микроны бактерий, то очевидно, что большинство, подавляющее большинство бактерий пройдет с легкостью через эти... Да, и даже взвеси, даже взвеси, такие, как ржавчина. Да, мы можем увидеть, залив там ржавую воду, вот в заливной этот отсек, что тут налет ржавчины прям пальцем провести, или какие-то частички даже могут... Ну, где вот, вода совсем плохая. Так раньше у родителей было, вот я видел это вот. Но это не значит, что вот она вся тут ржавчина, и плюс она застряла там. Там и не через такие фильтры, через многоступенчатые, где колб там 4-5, проходит ржавчина все равно. А вот через это там... То есть, это из 100% в идеале, которое нужно сфильтровать, 3, максимум 5%. Вот оно понимание. То есть, это больше психологическая защита, чем по факту фильтрации. Какие-то примеси, типа летучего хлора, от этого свободного хлора, который дает очевидный привкус, эти фильтры заметно очистят, не сказать бы, что на 100%, но заметно. И вкус меняется. То есть, до и после это разный вкус. Но в плане именно там взять нитраты, пестициды в полном объеме, там тяжелые металлы, токсичные, вернее, металлы во всем спектре, и каждый посмотреть до и после. Только некоторые зацепят, например, ртуть, да, там активированный уголь, он может притянуть. А некоторые, то, что они 3-5%. 3-5% из 100 в идеале, которые нужно было бы удалить. Это очень мало, и это способ, который только лишь можно провести параллель с психологической защитой. Что человек для себя объясняет, я хотя бы фильтрую. Хотя я раньше жил с фильтром-кувшином, 7 лет назад, вот еще 7 лет назад я жил с фильтром-кувшином. Но тогда я уже знал про другой способ. Но 7,5% я жил и вообще не парился. Вот вообще не парился, просто не задумывался об этом. Счастливым я называю это счастливое неведение. Счастливое неведение. Переходим к следующему более сильному зону. Это когда бывают колбы такие. Три колбы, и бывают четыре, соединенные там обычно планкой. Ну это самые такие расхожие. Трехступенчатые там. Двух, трех, четырехступенчатые фильтры. Проточные. Сколько воды зашло, столько и пошло на краник. Их, ну зависит, конечно, от двух или четырех ступеней, от их начинки, какие марки, какое качество там всех этих элементов, какие поры. Это плюс-минус. Ну где-то 10-20%. Вот разбег. То есть это все равно 1,5 всего лишь в лучшем случае от того, что нужно удалить в идеале. Ты вот назвал до 5%, это 3,5% у обычных кувшинов. А 10-20% уже... У проточных. Они называются проточные, многоступенчатые фильтры. 20% очистки от чего? Бактериальные и химические? Если там есть серебро, то бактерии будут убиты. Вирусы будут убиты. Но серебро попадет в воду, а это тяжелый металл второго класса токсичности. То есть они не будут задержаны, они будут просто проходя убиты, они пойдут дальше. Трупики, бактерии, человек счастливо выпьет. Телесвает. Это вот тоже важное сознание. Что не задерживает. Чтобы задержать вирусы, это уже другой способ. То есть таких проточных, чтобы задержать именно вирусы, некоторые бактерии, некоторые задержатся, да. Но некоторые и проскочат бактерии, они просто покрупнее вируса уже идут. И некоторые, например, нитраты во многом пройдут, как я называю, нездороваясь, просто насквозь. Хоть там 10 ступеней сделаем, мы просто взяли и прошли. Чуть-чуть их зацепило там косвенно, где-то примагнитило и все. А подавляющее большинство нитратов прошли. Тяжелые металлы, ну и токсичные, вернее, металлы, тоже многие могут пройти. Некоторые, ну как бы, что-то на 60%, что-то на 10%, что-то на 90%. Но это не будет, это далеко до идеального. А значит, если есть тяжелый металл, то он, безусловно, навредит вопрос степени вреда. Это как нету безопасной дозы радиации или алкоголя. Вопрос, почувствует человек этот эффект, ну как бы, или оно так как-то в общем плане сгладится его жизни, быта. Окей, а эти системы, как правило, сколько стоят? Три, пять? Ну, фильтр кувшин, я даже не знаю, сколько сейчас стоит. По-моему, рублей 500, но плюс кассета. Ну, тысяча где-то, тысяча где-то они стоят в сумме. Ну, это если там несколько ритров. Какой-то продвинутый, наверное, да. Так, второй вариант я озвучил. Я даже не буду говорить, с какой частотой там стоит менять, пользуясь фильтром кувшином. Им не надо пользоваться. Вот, главный месседж, всячески переходить хотя бы на следующий уровень. Ну, хотя бы на второй. Хотя бы на второй, потому что, ну, иначе там сколько времени? Осталось. Две минуты. Следующий этап, это система обратного осмоса. Давай покажем, как у меня эта система выглядит. Я думаю, что мы как раз в следующем видео и перейдем к этой системе. Заглянем под ободок униказа. Под кухонный стол всего лишь. Друзья, до следующего эфира прямо сейчас. Друзья, до следующего эфира, до следующего эфира.